Лепшая из лепших. На Международной Олимпиаде по информации серо-школьников команда белорусских наученцев завоевала 8 золотых медалей. У споборництвей удельничали омаль 160 человек с 13 краин. Абсолютное первое место Кубок Олимпиады взял Дмитрий Горбатовский, наученец 51-й гимназии города Гомеля. С призером погутырали наши корреспонденты. Дмитрий Горбатовский – юный талент от цвета программирования. У юнака множество узнагарод за поспехи у информации, а недавно он завоевал еще одну – Кубок ICI Junior. С поборництва проходила у столицы Таджикистана Душанбе. Юнак признается, первые тяжкости возникли одразу ж по проезде. Акклиматизация и изменя часового пояса не давали спокойно подумать. Это при том, что и само суперництво было вельми и вельми сруйозным. Все ребята показали довольно хороший уровень подготовки. Задачи тоже были довольно интересными. А некоторые, так как они были подготовлены, опять же, китайскими коллегами, они были очень сложные и темы интересные. Ну, я ехал туда свою установку победить, просто потому, что у меня уже был опыт участия на международных олимпиадах, в том числе и юниорских. У першыню с кодом Дмитрий познайомился у третьем классе. Тады батьки привели хлопчака на факультатывные занятки. Наставники одразу отзначили его талент и пророкали ему великую будущую. Час показал, гучные слова педагогов были не пустыми комплиментами. Уже у середней школы Дмитрий вышел на державную ступендию, грош из якой дозволили юному программисту набыть себе большмагутную технику. В восьмом классе занял на международной олимпиаде третье место, ему выделили президентскую стипендию, и вот на нее он насобирал и купил себе свой первый ноутбук. До этого времени он работал только на стационарном компьютере дома. Узровень веда у программирования Дмитрий уже давно обогнал школьную программу. То, что зараз без тяжкости робит юнак, студенты ВНУ проходят на третьем курсе. Але не глядяши на узмочененную увагу до информатики, ее не закидывая в улучшение остальных школьных предметов. Девятый класс закончил, у них шесть победителей республики, то есть класс сам по себе уникальный. Вот я иногда на классика вас спрашиваю, кто у вас там самый сильный по разным предметам. Ну вот так вот Дима, как минимум тройку уходит самых сильных на этом фоне. Причем даже училия физической культуры и здоровья отмечают, что параллели девятых классов он самый сильный даже по такому предмету, кажется. Не совсем в основном. Хочу сказать, что вот те достижения, которые есть за последние годы, они уникальны сами по себе. С учетом его возраста, еще 10-11 класс, еще очень большие перспективы, надежды. Зараз юнак только скончил базовую школу. У вересни Дмитрий пойдет в 10 класс. Для дальнейшего навучения он разглядывает БДУ або БДУИР. Станислав Троинский, Сергей Камков, Телерадо Кампания Гомель.